Меня зовут Тикеева Альбина, я ученица 10 класса МКО, СОЖ, номер 2, села Куджинова. Помимо школы я люблю изучать языки, читать книги, фотографировать. На данный момент я изучаю корейский и английский языки и также я состою в Российском движении школьников. Совсем недавно мы с Машей и многими другими детьми посетили Москву, побывали на зимнем фестивале. При помощи Российского движения школьников я могла раскрепоститься, узнать очень много нового и поучаствовать в различных конкурсах, выставках и мероприятиях. Альбина уже несколько лет вынашивала проект по постройке площадки возле школы. Уж очень ее привлекало необустроенное пустое поле. И вот этот случай подвернулся. Попался федеральный проект, в котором Альбина приняла участие. Альбиночка, наконец-таки мы с тобой встретились и встретились, что примечательно, на площадке, которую, можно сказать, создала ты сама. Вот расскажи, пожалуйста, как так произошло? Началось все с того, что директор моей школы прислал мне какой-то непримечательный конкурс на почту. Я просмотрела и решила поучаствовать. Особых каких-то надежд у меня не было. Я просто думала, ради интереса, почему бы и нет. Попытка. И я прошла на очный этап, который приходил в Москве и защищала свой проект. Этот проект на некоторое время про него забыли. Так как я являюсь членом российского движения школьников и была на встрече с главой республики, я подняла вопрос насчет этой площадки и его решили поддержать. Прекрасно. Да. То есть уже два плюса было в твоей копилке, да? Да. И на него выделили деньги и решили строить. И довольно за короткий срок его реализовали. Альбиночка, скажи мне, пожалуйста, почему именно спортивная площадка? Почему именно перед школой? Потому что перед школой понятно, потому что очень много детей. Да. И каждую перемену они могут проводить здесь. Качаться на качели, заниматься, делать то, что им нравится. Да. Вот. Я думаю, это очень актуально. Именно это место, именно детская площадка. Альбин, скажи мне, пожалуйста, до попытки участия в данном проекте, до встречи с главой, когда-нибудь ты об этом задумывалась? Задумывалась ли ты о том, что хотела бы что-то создать для родной школы? Да, я задумывалась, я не знала, как это реализовать, воплотить. Не знала даже, что придумать. Все-таки, когда ты сильно чего-то хочешь, вся вселенная способствует этому. Альбиночка, давай пробежимся быстро по площадке, и ты расскажешь, что здесь представлено. Хорошо? Хорошо. Ну, Альбин, повезло нам с одним точно, с погодой. Мы сейчас такие красивые с тобой в этой камере. Скажи мне, пожалуйста, зайчик, вот деревья здесь посажены, вы облагородили уже эту площадку. Кто сажал деревья? Сажали мы, школьники, школа номер два. Нам это, кстати, было в радость, потому что это очень интересно, делать что-то для себя, для ближних своих. Я думаю, что ты еще катаешься на этих качелях, да? Да. Отлично. Значит, мы с тобой чуточку покатаемся. Ну, скажи, пожалуйста, все-таки больше спросом вот эта площадка пользуется у детей среднего звена или же все-таки старшего звена? Среднего звена. Среднего? Да, потому что старшие обычно просто отдыхают на лавочках, а вот младшие задействуют все тренажеры, качели, горки. Да? Отлично. Альбиночка, ну, я думаю, что своей площадкой ты решила вопрос не только занятий школы, да, но и также жителей села. Вот расскажи, пожалуйста, пользуется ли спросом площадка у детей села? Да, пользуется. Мне очень нравится, что здесь поставили тренажеры. Да. Потому что вечером население, кроме школьников, также занимается на них и улучшает свое здоровье. Это замечательно, это аргумент на самом деле. Так, Альбин, пойдем отправимся в школу и расскажешь уже о том, чем любишь заниматься. Хорошо. Рашид Борисович, мы с вами сегодня встретились не случайно. Сегодня мы снимаем передачу о вашей дочери Альбине. Вот расскажите, пожалуйста, каким она была ребенком? Нам очень интересно. Ребенком, ну, как обычным ребенком, позитивным. В детстве проблем не создавала, да и сейчас, слава богу, тоже проблем с ней нет. Такое сказать, что жестко воспитывали, нет. Она была самостоятельным с детства. Какие-то методы воспитания у вас были в семье? Как сказать, так обычных не было. Ну, как у всех пытались словом как-то объяснять с детства, что это правильно, это неправильно. Ну, слава богу, сейчас проблем нет. Это самое главное. Мне очень интересно спросить у вас о площадке. Вот в 2018 году у российского движения школьников было такое событие. Мы встречались с главой республики. И там, значит, Альбина предложила как раз построить эту площадку. То есть она сказала об этой проблеме, что в Курджиново площадки нет. Вот скажите, пожалуйста, вы уже знали на тот момент, что у Альбины настолько далеко идущие планы? Или все-таки даже в семье это не обсуждалось? Я вам скажу честно, в семье это не обсуждалось. Для меня это было новостью. Когда уже она прошла отбор, как бы, скажем там, участвовала в проекте, отобрали ее проект. Надо было ехать в Москву защищать. Я только тогда узнал, что она сделала это все-таки. И, конечно, приятно было это услышать от нее и от директора школы. Съездили, защтились. Под же случаем хочу сказать огромное спасибо руководителю республики, нашему главе, Тембрезову Рашиду Борисовичу, за его такую помощь. Если бы не он, конечно, этот проект не воплотился в жизнь. А так приятно, конечно, что ребенок с такого возраста уже наперед, как взрослый человек. Да. Рассуждает, видение делает, какие-то свои выводы делает. Рашид Борисович, мне знаете, что интересно, во всех ли начинаниях поддерживаете ее? То есть в любом случае приходит же, вот как дочь к папе за советом, да, или рассказывает о тех проблемах, которые существуют, или о своих мечтах. Как реагируете на все это, даже если вам это, допустим, не нравится? Ну, пытаясь объяснить, что это неправильное направление. Да, бывают моменты, конечно, когда она чересчур уже там, ну, непосильные, скажем таки, задачи ставить себе. Конечно, пытаемся объяснить, что надо начинать с этого. Чтобы чего-то добиться, надо пошагово, по ступенечкам. Ну, как-то понимает. Ну, это самое главное. Ну, у нее еще, безусловно, хороший пример перед глазами. Скажите, пожалуйста, кем видите свою дочь через 10 лет? Самое главное, хорошим человеком, вижу. Карьерный рост работы – это уже ее дело выбора. Конечно, не будем препятствовать, как она, ну, не знаю, по крайней мере, до недавнего времени хотелось стать ландшафтным дизайнером. Ну, посмотрим. Если ничего не изменится, будем помогать. Ну, это очень интересная профессия, да. Алина, также я являюсь экскурсоводом в своей школе по экспозиции, которая находится в кабинете истории. Я бы хотела тебе показать. Давай, пойдем. В данном кабинете представлены экспозиции храмов, которые изготовлены учениками нашей школы под руководством учителя трудов Дубовика Сергея Александровича. Один из моих любимых храмов – это церковь Преображения Господня. У него очень интересная история, так как данная церковь была изготовлена плотником Нестором без единого гвоздя, якобы одним топором. Плотник Нестор выбросил свой топор в воду, чтобы никто не смог повторить такой же величественной постройки. Также с этой стороны представлены крынки, представлены керосиновые лампы и представлены прялки. Вредением в русских селениях занимались, как правило, молодые девушки в весенний период. Также здесь представлены ухват, или же еще одно название – рогачи. Они изготавливались под размеры кувшина, и при помощи их можно было вынимать или же ставить кувшин в печь. Это рубель. При помощи него гладили белье до появления первых утюгов. Наматывали белье на скалку и сверху прокатывали рубелем вперед и назад. После уже появились утюги. В нашем музее представлен углевой утюг. Верхняя крышка открывается и закладываются угли. Когда угли немного подставали, хозяйки раскачивали утюг из стороны в сторону. Поэтому было главное еще не пригореть при глажке. Также представлены в нашем музее гребень. Его изготавливают из цельного куска дерева. У него очень частые длинные зубья для того, чтобы вычесывать шерсть. Также можно наблюдать небольшие домики тех времен. Если вы обратите внимание на крышу, то увидите, что практически всегда они изготавливались из соломы. Потому что в неурожайный год ее использовали для корма скоту. Альбин, что такое жизнь? Жизнь – это опыт бесценный. Что такое счастье? Счастье – это сложно сказать, потому что для каждого оно свое. Чувство, которое нельзя описать. Я думаю, так. А семья что такое? Семья – это что-то близкое, родное, любимое. А что самое важное в жизни? Семья. Семейное счастье. Что порицаешь в людях? Лицемерие. Чего бы никогда не сделала? Никогда бы не относилась к людям плохо. А что бы изменило в жизни села? Ну, наше село нуждается во многих изменениях. И, наверное, какой-то комплекс, комплекс какой-то развлекательный также. Потому что именно этого нам не хватает здесь. Тикеева Альбина у нас обучается с первого класса. Но я не сказала бы, что это была самая активная девочка в школе. Нет. С первого класса она была тихим, застенчивым ребенком. Но постепенно мы увидели ее способности, ее таланты. А именно к архитектуре. Что-то она там чертила, делала, творила. И мы рассмотрели этот талант и, конечно же, заметили. И тут у нас появился конкурс всероссийский для талантливой молодежи всей республики. И не только республики России. И мы подали заявку, нашу заявку приняли, одобрили. И нас пригласили для участия в всероссийском конкурсе. Мы поехали в Москву. Представляете, вот девочка из села, которая была представлена от республики единственным членом, участником. И она представила нашу республику, наш проект. Этот проект мы осуществили. Спасибо нашему президенту, нашему главе республики, который дал такую возможность. И мы этот парк, наш парк мечты осуществили в реальность. Вот в этом парке дети у нас гуляют, очень довольны. Все жители микрорайона благодарят нашу главу республики. И мы очень благодарны и нашей талантливой ученице. Я знаю, что вы с Машей участвовали от школы в конкурсе «Живая классика». У вас был муниципальный этап, и ты на муниципальном этапе забила второе место. То есть ты тоже потрясающе читаешь фрозу, стихи. Альбин, расскажи нам тоже что-нибудь, чтобы наши дорогие зрители тоже познакомились. Сергей Есенин. Жизнь обман. Жизнь обман с чарующей тоскою. Оттого так и сильна она, что своей грубую рукою роковые пишут письмена. Я всегда, когда глаза закрою, говорю, лишь сердце потревожь. Жизнь обман, но и она порою украшает радостями ложь. Обратись лицом к седому небу, по руке катая о судьбе. Успокойся, смертный. И не требуй, правда, той, что не нужна тебе. Хорошо в черемуховой вьюге думать так, что это жизнь стезя. Пусть обманут легкие подруги. Пусть изменят легкие друзья. Пусть меня ласкают нежным словом. Пусть острее бритвы злой язык. Я живу давно на все готовой. Ко всему безжалостно привык. Ну и все ж, тесним и гоним, и я смотря с улыбкой на зарю. На земле, мне близкой и любимой, эту жизнь за все благодарю. Ты сказала о том, что изучаешь языки английский и корейский. Почему корейский? Прилепла культура просто. Вот. И он довольно сложный. Мне просто хочется проверить себя, смогу ли я его выучить. Учишь его с учителем, либо же сама? С учителем. Какая ты умничка. А в Корее была? Нет. Нет, это тоже пункт, который нужно осуществить. О чем мечтаешь? Мечтаю осуществить все свои планы. Не расстраивать родителей. Вот. Альбина через 10 лет. Какая она? Ой, сложно сказать, но я надеюсь, что довольная, счастливая. Вот. Добившаяся успеха. Вот. Скажи, помимо школы, чем занимаешься? Мне нравится фотографировать. Вот. Что именно фотографировать нравится? Потому что вот сейчас ты заинтересовала, а не только телезрителей, но и наших видеографов, которые тоже любят снимать. Вот скажи, пожалуйста, фотографируешь что? Природу, людей, что тебе нравится? Природу, людей, портреты в основном. Угу. Вот. Это очень интересно на самом деле, потому что каждый человек индивидуальный, у него есть своя внешность. И очень интересно наблюдать за его поведением в кадре. А каждый человек красив для тебя? Конечно. Представим, что прошло 10 лет, ты дизайнер интерьера, причем такой крутой, что тебя знают не только в республике, но и за ее пределами. И приглашают, у тебя высокооплачиваемые контракты. Пришли к тебе брать интервью. Да, корреспондент стоит и спрашивает, что бы вы пожелали сегодня всем, кто у вас сегодня смотрит? Что бы пожелала? Уже с высоты всего достигнутого. Не бояться пробовать, ошибаться. Не бояться ставить себе цели. И достигать их. Спасибо, спасибо большое. И заключающий вопрос. Что бы изменило в своей жизни? Если бы предоставилась такая возможность. Я тоже не знаю. Наверное, оставила бы все как есть. Мне все устраивает. Это самое главное, мне кажется, когда ты доволен своей жизнью. Ну что ж, вот именно на такой нотке мы, дорогие друзья, обращаемся с прекрасной Альбиночкой. Но вы не забывайте, что если у вас есть интересные герои, есть интересные предложения, если ребенок не просто хорошо учится, а может быть преуспевает еще в каком-то деле, то обязательно пишите нам в директ аккаунта Архиза24. И мы обязательно с вами свяжемся. Пока-пока.